Друзья, приветствую вас на канале Паяльник ТВ. В этом ролике поговорим об одной интересной схеме беспроводного выключателя, которая выполнена на микросхемах дискретной логики. Схема реагирует, когда человек к ней приближается. Проще говоря, это будет им косной датчик приближения. Кстати, огромное спасибо за поддержку в последнем моем видео. Я вас услышал, друзья, и ролик про транзисторы и микроконтроллеры сдвинулся с места. Буду рад, если и это видео вы также тепло примите лайками и комментариями. Итак, ямкостной датчик. Началось все с того, что один из подписчиков прислал мне вот такие красивые печатные платы ямкостного датчика, которые он когда-то проектировал. А если и вы хотите, чтобы ваши печатные платы были такими же красивыми, то компания GLC поможет вам с этим. Сервис GLC PCB изготовит ваши печатные платы быстро, качественно и недорого. Просто загружаете гербер файлы на сайт. Выбираете нужные параметры, такие как количество, толщина, цвет, маски и другие. Оплачиваете и получаете по почте. Качество печатных плат проверено временем. Многие наши зрители заказывают свои печатные платы именно в GLC PCB. Поэтому я могу их порекомендовать. Ссылочку на компанию GLC PCB найдете в описании к видео. В общем, у меня была платка на руках, но не было схемы. Не беда. Я запустил стрим и быстренько зареверсил схему. Да, у меня есть второй канал, на котором я провожу стримы с разработкой проектов, делюсь дополнениями к каким-то проектам и вообще своими мыслями о всяком. Ссылочка тоже будет в описании. Вот такая схема получилась. Давайте разбираться, как она работает. В схеме используются две микросхемы. CD4013, сдвоенный D-триггер и CD4093, 4, 2 и не с триггерами Шмидта. Вот тут стоит заметить, что все элементы 2 и не используются просто как триггеры Шмидта с инверсией, так как входы соединены между собой. Вот это генератор частоты на двух инверторах. Сигнал с генератора подается на два буфера, выполненных все из тех же элементов 2 и не с триггерами Шмидта. Перед нижним буфером стоит РЦ-цепочка, задержка в которой задается в диапазоне примерно от 66 до 88 наносекунд, в зависимости от положения потенциометра. В верхней цепочке подключен емкостной датчик, который представляет из себя просто кусочек провода. При отсутствии человека рядом, емкость у верхней цепи минимальна, и логическая единица на выходе верхнего буфера появляется быстрее, чем на выходе нижнего. D-триггер в данном подключении при каждом фронте сигнала КЛОК, то есть при изменении из нуля в единицу, записывает состояние входа D в выход Q и инверсный Q штрих. И так как единица на входе D появится раньше, чем придет фронт на вход КЛОК, то пока мы не приблизимся к датчику, D-триггер будет всегда выставлен в единицу, а на инверсном выходе всегда будет 0. Этот 0 попадет на вход D следующего D-триггера, и уже на его выходе будет 0 на прямом и единица на инверсном. Теперь, допустим, мы приблизились к сенсору. Емкость человеческого тела составляет около 50-100 пикофарад, в зависимости от того, как себя чувствует человек, какое у него состояние. Эта емкость добавит задержку в верхнюю цепь, и в результате фронт на вход КЛОК придет раньше, чем появится единица на входе D. Триггер переключится. На инверсном выходе появится логическая единица. Далее эта единица пройдет через фильтрующую РЦ цепочку для защиты от множественных переключений и поступит на вход D. Второй триггер также переключится, и на прямом выходе появится единица, а на инверсном 0. Состояние выходного триггера показывают светодиоды, ну а нагрузка замыкается двумя мосфетами. Один мосфет управляется прямым выходом триггера, второй – инверсным. Схема имеет минимальное потребление, поэтому вполне обходится линейным стабилизатором на 5 В для формирования своего питания. Ну а мосфеты накладывают ограничения на нагрузку в максимальный 30 В и 1,3 А непрерывно или 25 А в импульсе. Но при напряжении на затворе в 5 В сопротивление открытого транзистора будет около 29 миллион, поэтому ничего греться не должно. Как по мне, это довольно интересное решение. Регулируя задержку в нижней цепи буфером, мы можем регулировать, так сказать, чувствительность датчика. Ну и давайте пройдемся с циллографом по контрольным точкам схемы. Сигнал из 10 и 11 выхода микросхемы CD4093. Выход из буферов. Желтый сигнал – это сигнал, который уходит на линию КЛОК. Синий сигнал – сигнал, который уходит на линию Д. Кручу переменный резистор. Видно, как сигнал Д смещается относительно сигнала КЛОК. Теперь попробуем приблизиться к сенсору. Опять же видно, как сдвигается один сигнал относительно другого. Сигналы со второго и тринадцатого выходов CD4013. Тут можно видеть задержку от фильтрующей РЦ цепочки, которая защищает от множественных переключений. Желтый сигнал – это второй выход. Синий – тринадцатый. Вот такая получается интересная схема. Надежная, как швейцарские часы. Отдельное спасибо еще раз Юрию за классный подгон ништяков. Если вам понравилось видео, то не стесняйтесь ставить лайки и пишите комментарии, а также подписывайтесь на канал. Это все вдохновляет меня делать новые видео. Друзья, берегите себя и своих близких. А с вами был Андрей. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!